Так, у нас с вами сейчас распаковочка, двух посылочек, ну как, одной, одной я вам просто покажу. Я, короче, заказала глину, и обычно глина, ну, килограмм глины, и обычно глина, когда я заказывала так, она приходила двумя брикетиками по 500 грамм, и мне было хорошо, то есть я 500 грамм обычно тратила, и всё, и выкидывала упаковку, и мне не нужно было думать о том, что у меня глина умрёт. Ну, сейчас её прислали вот так, килограмм глины, тупо, и что мне с этим делать, и зачем мне столько... Я думала, как обычно, в брикетик 500 грамм пришлёт, и нормально, потому что я обычно 500 грамм трачу, и всё, я устаю обычно лепить, и уже остальное оставляю на следующие дни, а вот теперь, я не знаю, придётся как-то по-быстрому всё это долепливать, видимо, когда мне сейчас придут эти всякие штуки, ну, в общем, ладно, это не суть. Вот это более главное, это посылочка от давнего друга нашего канала, можно так назвать, я думаю, от человека, который поддерживает меня уже столько лет, от человека, который был первым моим заказчиком, можно сказать, моим покупателем мерча, вот, такой вот красивый... Надеюсь, я ничего там не сломаю. Такой вот красивой обёрточки с национальными штуками из Краснодара, вот, Таня Пивет, получается. Да, это девушка по имени Таня прислала мне какую-то посылочку, я не знаю, что там, она крытье два года собирала. Надеюсь, что всё хорошо с посылочкой, надеюсь, ничего с ней не повредилось. А то Почта России, сами знаете, какие приколы, может, надо выдавать. Ой, там что-то щёлкает, я надеюсь, ничего не сломалось. Что-то очень такое, не знаю, керамическое, стеклянное, что-то какие-то такие звуки. Опять порву, разрежу. Всё аккуратненько. Что-то, ну, тут посылка, по-моему, два с половиной килограмма или что-то около того весит. Она была очень тяжёлая, я ей донесла, честно. Тут что-то очень много. Милашный, стикербук, же-е-е-е. Какие-то масочки, или что это? Романтическая саше, вот это, наверное, масочка. Так, вот какая-то масочка, я его поближе, пока сейчас достану, всё. Какая-то книжка, или что это? Это что такое? Это что такое? Палетка теней для век? Нихрена себе. Слушай, какие-то наклейки, я наносила, вы посмотрите. Какие-то наклейки ещё тут. Палетка теней для век, смотри, какая красивая. Так, эта коробка, походу, вот так, правда, может быть. Enjoy написано. Пусти кофе. Надеюсь, там не кофе. А то я от кофе умру, я не смогу пить кофе. Тут что-то всё так вкусно пахнет. Ну что? Какая-то записочка. Это она сама рисовала? Офигеть. Так, тут какая-то записочка. Что тут? Ежедневник, жесть. У меня нормальный ежедневник будет, а не вот эти вот обгрызки. Вот эти вот мои обгрызки прекрасные. Буду вести по-человечески. Нихрена себе. Таня. Таня мне отправила карты Таро, о которых я мечтала. Я, конечно, не фанат Таро, но я их очень хотела по приколу. Я хотела ещё на стримах сделать награду, когда я ещё стримила. Типа, погадать вам на картах Таро. Это ещё такое. У меня руки трясутся вот так вот. Я не могу. Сейчас мы всё это откроем. Сейчас я её подоскану. Это ещё такое. Что-то очень всё вкусно пахнет. У меня ноги руки трясутся. Я не знаю. А, это бас-бомб написано. Там с котиком что ли. Ой. Ой, ты уфигеть, что же это делала? Колечко. Она сама сделала колечко. Жесть, ё-моё. Такое даже носить жалко будет. Офигеть. Так, где-то свечи. Они горят? Они не горят. Они не горят. Они горят. О, давайте устроим. И померцать. Блин, это хорошая штука, кстати. Можно на фон видео ставить куда-нибудь. Или на фото даже можно. Чтобы она красивый цвет давала. Что ещё штуки? Вот это, походу, этот. Как его издавала звуки стекла. Это она тоже сама делала. Офигеть. Я вам поближе покажу. Какие-то бушинки. Жесть. А, фэйжен жевелли. Дома моё. Борь, бля-бля-бля-бля. Этот клон ссорится у меня с тобой. Ё-моё, он же красивый. Таня мне отправила стафа для фото. Какие-то бокалы. Так, это что-то ещё. Это она сама делала? Надо будет спросить у неё. Офигеть. Это бокалы. Что? Мы что, эльфы? Офигеть. Так, положить. Это реально бокалы. Ё-моё, какие они красивые. Ну, конечно, не так часто что-то пьём, но я буду пить из этого бокала теперь. У меня, конечно, есть бокал, но он, капец, неудобный. Он слишком большой, и у него ножка тонкая, и за него неудобно держаться. А это прям такой увесистый бокал, и такой красивый. Офигеть. Я даже не ожидала, я как-то вообще как-то не знаю. То есть, мне обычно давят, знаете, чё? Типа, ну ты художник, вот тебе всякое вот охудожничество. А тут вообще не то, что я ожидала, и прям это неплохо. Я не хочу сказать, что это плохо, но тут не то, что я ожидала, но мне очень нравится, что Таня подошла с другой стороны, и то есть она с другой стороны увидела меня, так скажем, да, что мне вот эти вот всякие стикерочки нравятся, ежедневники, таро. А ещё я очень давно мечтала принять ванночку с бомбой, но эти бомбочки что-то так стоят, мне было жалко на них денег. Вот. Так что буду принимать в ванной, думать о Тане с бокалом руки. При свечах с вами будем смотреть на бокалы. Блин, ну так красиво, это на камере, кстати. Вот, сейчас будем открывать подробнее. Так, с чего начать? Давайте вот эту стикербуку почмём. 650 наклеек, офигеть, это мне что обклеить, обклеиться и умереть в этом? Ой. Ой, катушек, катушки, да что ты? Они такие приятные, такие бумажные. Наверное, нельзя, конечно, наклеить на какую-нибудь, типа, эту, как её, типа на обложке всякое, так он, наверное, стерётся, но бумага очень приятная, как будто бы, ну, на бумаге напечатан, как у меня от неё есть стикеров, тоже так. Жесть, тут реально обклеится, не обклеится всё просто, и котики, и зайчики, и эти, как, акулки, и капибары. Ты же так, аааа, это же стикер. Супер милашный стикер. Я тебе вот так вот буду показывать. И вам, и себе. Жесть, тут капибары одни. Ай-яй-яй-яй-яй. И котиковые. Ооо. Они такие приятные, обклеишься сегодня, или завтра, или когда-нибудь. Самый милый котик. Это вы. Не могу прицепить. Вот акулки. Акулки. Динозаврики. У меня есть тема динозавриков для одного из дропов мерча. То есть я хочу когда-нибудь сделать динозавриками кое-что. Ну, как кое-что, понятно, что. Просто да, там будет коллекция, типа, я из гримы слеплю, и всё. Как всякое такое. О, как раз для ежедневников. Но ещё блестящее. Блестящее. Ну, это для меня. Зелочки. Вон, цердечки. Классная штука. Жаль, для меня такую штуку печатать будет очень дорого. Мне вон писали тоже. Типа, вот эта штука была бы отлична в твоём магазине. Но это слишком дорого печатать. И себестоимость, она не очень низкая, так скажем, для, ну, маленьких партий. Вот, естественно, я не буду заказывать же по две, по три тысячи штучек. Ой, господи. Ой, господи. Это объёмные, не объёмные котики, смотрите. Объёмные наклеечки. Тут и всё. И голографии, и объёмные наклеечки. Это, естественно, дорого. Поэтому, ну, для меня это дороговато. Но я бы хотела что-то такое. Но в одной тематике, наверное, что-нибудь, типа, там, кошки всякое такое. Палеточка для теней. Палеточка просто теней, не для теней. О, какие-то наклеечки. У меня выключилась камера, так что я не знаю, что там последнее говорила. Она выключилась, потому что место кончилось. Вот. Мы, по-моему, тут палеточку последнюю открывали. Я тут показывала. Ну, клеечки вон. Вот. И палеточку мы с вами ещё не открыли. Я тут немножко всё пораскрывала от пакетиков, чтобы было удобнее. Вот это вот сегодня. Жесть. Это вот всё открывать. О, даже зеркало есть. У меня в моей палетке нет зеркала. У меня тоже есть палеточка такая, тоже примерно вот такая же. Но она, по-моему, чуть побольше. Но там цвета, которые я не использую. Там какие-то зелёные, вот это вот всё. Пахнет чем-то, какими-то цветочками, я не знаю. Какими-то цветочками, которые росли у бабушки. У меня такие ассоциации. Очень приятно, не в том смысле, что это плохо. Зеркало, посмотрите на себя. Вот, ой, тут и я есть, смотрите. Привет. Ой, Полина, я не знаю как. Привет. Вот. Такая палеточка. У меня, конечно, руки грязные. Я вот эти пакетики трогала. Надеюсь, я не умру потом. Ладно, не буду всё трогать. Но очень красиво, очень довольно-таки яркие цвета. Так, я тут ещё открывала ежедневник. Нифига себе! Ежедневник. Наслаждаюсь. Хорошо. Ежедневник. А, тут прям вот так. Блин, это идеально. Слушайте, это идеально. Я недавно, короче, задумалась о том, чтобы сделать свой планер. То есть, знаете, вот эти вот планеры, которые вешают на стены. Вот. Но я не знаю, где такое можно заказать. Точнее, как я знаю, но нужно коллегкой дождаться, чтобы было не так дорого. И как раз таки я хотела вот такой планер, чтобы было написано понедельник, вторник, среда и так далее. А оно вот. Нет, знаете, возможно, я и сделала такой планер, конечно. Но там нужно продумать. Продумать хорошо сам планер. Какие туда можно давать трекеры и всякое такое. Трекер привычек и всякое. Вот это вот надо подумать, что мне нужно. Что бы я хотела. А тут прям уже всё готово. Вот ещё так есть отдельно. Таня мне отправила цацки всякие. Вот. Красивенькие. Я, конечно, украшения редко ношу, но иногда их надеваю там на прогулку и всякое такое. И ещё вот инь-янь. В новом украшении использую для фото. Для фона. Вот. Вот такое. Таня сказала, что вот это ассоциируется со мной. Тут написано на пакете. Тут ещё какое-то описание есть, но я не читала. Причитаю. Ещё и вот это, я так понимаю, что Таня сама делала. Вам не видно. Если что комнате темно, ну вот так видно, что оно не просто чёрное. Она вон переливается чем-то зелёным. Вот. Чем-то таким травяным. Тут у меня такие ассоциации. Вот. Ещё вот такое вот. Тоже какая-то подвесочка. Вот переливается всяко разными цветами. Вот. Нужно будет найти, куда повесить. Колечко я уже это говорила, что очень красивое, миленькое. Прямо под меня. Оно розового оттенка. И тут всякие блестяшки. Это максимум, что я могу показать. У меня больше камера не фокусируется ещё ближе. Там, короче, блестяшки внутри очень много. Там луна всякая. Вот это вот. Вот ещё. И вот. И вот. Баночка со всякими штучками тоже для смолы использовать. Можно я так понимаю. У меня такие баночки есть, но там такого у меня нет. У меня баночки тоже вот с всякими такими вот штучками. Вот с такими крышками у меня нет баночек. Ещё я прочитала записочку. Она мне вот красиво. Таня сделала открыточку. Мне очень нравится, как она сделала эту открыточку. Я так понимаю, она же сама делала. Она же сама. Она вроде тоже сама рисует. Вот. Очень красиво, кстати, рисует Таня. Вот. Тут всякие слова приятного. Вот. Я хочу, короче, куда-нибудь повесить эту вот штуку. Только я пока не знаю, куда. Чтобы она на виду у меня всё время была. Она такая просто уютная и милая. И тут и слова тоже уютные и милые. Она там вот это вот всё мне пожелает и говорит. И вот это вот всё. Короче, вообще. Не передать словами, как это всё мило. Я хочу куда-нибудь либо повесить, либо как-то поставить куда-то, чтобы она у меня на виду была. Потому что если вежать, то нужно как-то аккуратненько, чтобы не повредить, во-первых. И чтобы она не открывалась вот так вот. Вот. Так что я подумаю сейчас, что с этим делать. Потому что мне очень нравится. Дальше у нас остались карты Таро. Да, я просто услышала, наверное, на стриме когда-то, что я такая по приколу хочу колоду карт Таро. Я как раз таки вот с котиками я хотела. Я нашла вот это вот с котиками, но мне так жалко денег было на неё. Он там что-то тысячу с чем-то рублей, по-моему, стоил в то время. Я такая, блин, мне так жалко. Она так хочет. И Таня такая, на. На. Так. Тут какая-то инструкция. Надеюсь, она на русском языке. Потому что я находила на английском и на русском языке эти карты Таро. О, нет. Видимо, на русском написано шут. Я шут, кстати. Нифига. Тут инструкция. Вы посмотрите, какая книжка толстая. Возможно, когда-нибудь я её прочитаю. Но, да. Ну, типа, я это всё по приколу. Мне всё это по приколу хочется делать. Я, конечно, уже сейчас не стримлю особо. Точнее, как. Не стримлю вообще, можно сказать. Но можно будет когда-нибудь какой-нибудь стрим завести. И просто по приколу сидеть вот так вот. Раскладываю. Они такие красивые вообще. Вот эти котики. Шут, маг, жрица. Всё, акварелью, походу, нарисован. Тут ещё, блин, прикол такой, я заметила. Тут автор-художник. Написано Мэган Лин Кот. С двумя-то в конце, конечно. Вот. Мэган Лин Кот. Я не знаю, конечно, это по приколу. Или не по приколу. Или человека так реально зовут. Но очень говорящая фамилия. Это такой колодок карт с котиками. Вот. Тут очень много императоров. Жизнь. Они такие красивые. Интересно, кто-нибудь гадает на этих картах реально? Я бы пошла к такому Таро, который гадает на таких картах. Я вообще это не верю особо. Я говорю, мне это всё по приколу. Просто мне это нравится. Я бы, может быть, даже свою колоду когда-нибудь хотела, может быть, нарисовать тоже, опять же, просто по приколу. Вот. Но мне интересно, кто-нибудь вот на такие вот расклады Таро с котиками ходит. Я бы пошла, блин, просто по приколу. На цветы изучить. И реально, может быть, научиться хотя бы так. Ну, по-дилетантски, так скажем, да, непрофессионально. Как это всё делают. Мам, какая красота вообще. Мне вообще так нравится. Блин, Тане большое спасибо. Она вообще, блин, крутая. Взяла такое. День рождения меня тут устроила. Это буду сейчас собирать. Напишу Тане. Говорю, Таня, ты вообще с ума сошла. Ты что делаешь? Сводка еще в телегу напишу сейчас. Скажу, у меня сегодня день рождения. Я, конечно, сейчас очень спокойная. Потому что я сейчас полчаса посидела. И у меня эмоции улеглись. Потому что я полчаса скидывала видосы на компьютер. Из-за того, что у меня вот память заполнилась. Я чуть успокоилась, конечно. И нарадовалась уже. Но я всё ещё внутри радуюсь. Потому что это всё равно очень мило. Что люди... Просто какие-то люди из интернета дарят мне подарки. Они меня знают, конечно, давно. Да, мы уже дружим, общаемся столько лет. Но для меня всё это как-то очень странно, наверное. Я не знаю. Я к тактикому вниманию не привыкла. Что люди какие-то подарки. Что-то придумывают, дарят. Прислушиваются к тебе, к твоим желаниям, так скажем. И действительно что-то дарят. Блин, зачем я засунула? Ну ладно. И мне очень приятно. Мне уже дарили тоже так подарки несколько раз. Тоже давние зрители моего канала. С кем мы давно общаемся и дружим. Я также в ТГ тоже выкладывала эти все подарки. И это всегда приятно. Все неожиданно. Особенно, конечно, приятные вот такие вот посылочки, которые человек прям сам собирал. Понёс на почту. Вот это вот всё. Кстати, я поняла. Тут самое тяжёлое это вот бокалы и эти карты Таро. Кстати, карты Таро, по-моему, тяжелее, чем один бокал. Жизнь просто. Там книжка такая, естественно, тяжелее. Короче, я, не знаю, я себя чувствую странно, потому что опять-таки теперь я не привыкла. И я, ну, мне хоть и приятно, но я как будто ничего взамен не могу человеку дать. Вот. Я, конечно, понимаю, но я не обязана ничего взамен давать, потому что это безвозмездный подарок. Но мне всегда хочется, когда мне человек что-то дарит, мне хочется отдать ему в 10 раз больше ещё. Но я не могу. У меня нет таких возможностей. Я просто даже не знаю, как бы, как отблагодарить. И поэтому из-за этого мне как-то даже неудобно, наверное, когда мне какие-то вещи вот это вот делают. Если я это понесу всё на подоконник, отфоткаю, так, и выложу в телеграм-канал. И Тане напишу, говорю, Таня вообще шумасшедшая женщина. Спасибо ещё раз, Тане, большое. Я вывожу из продажи вот эти вот секретные пины и магниты вот именно в такой вот упаковке. Вот в новой, которую я делала недавно, она, конечно, останется. А вот эту я вывожу по причине того, что, как бы, она не очень смотрится на полочках. Плюс не очень понятная упаковка. Я хоть тут и подписала. То есть на каждой упаковке у меня подписан пин, а где магнитик подписан магнитик. Но видите, как это маленькое подписано. То есть издалека непонятно. Эти штуки у меня обычно лежали в коробочках, где прям отдельно была надпись, то, что тут находится гача. Но с некоторых полок мне пришлось убрать эту коробку, потому что очень мало мест. На некоторых полках прям непонятно, что это такое, грубо говоря. Поэтому я решила, что нужно выйти из продажи этих штуки. Ну и плюс. Вот, вот, примерно про такое я говорила в одном из влогов. Вот прям такое у меня катается на улице каждый день по несколько раз. В общем, да. Еще я показывала во влоге, что мне эту штуку как-то испортили один раз. И это было не один раз. Мне потом еще через недельку, две прислали еще фотографию, как испортили вот эти вот штуки. И я решила, что, ну, самое время менять. Я как раз таки поменяла на новый вид гачи. И эти я теперь распродаю. Я вот у себя в телеграме писала, что вы можете успеть до середины сентября заказать в этой упаковке. Больше этой упаковки уже не будет. И больше этих пинов уже, скорее всего, не будет, которые находятся тут. Тут, конечно, есть еще новые пины из котиковой гачи. Возможно, я не уверена. Я не знаю, что тут внутри. Если человек, который заказал эти пины на Азоне, смотрит сейчас, обязательно напиши или оставь отзыв на Азоне. Мне будет интересно посмотреть, что тут внутри, потому что я вообще представление не имею, что там. В общем, да. И теперь мне это нужно все упаковать. Это выходит из продажи. Скорее всего, когда этот влог выйдет, эти пины уже вышли из продажи. Ну, как сказать, онлайн-продажи. То есть, они останутся на оффлайн-полках, где не распродалось. Там распродается, и все. И оно уходит из продажи. Скорее всего, вот эти вот последние... У меня, получается, сейчас осталось, по-моему, 8 штук. Я неправильно в телеге, по-моему, писала. Я писала, вроде бы, что у меня 9 штук. Всего нет, у меня 10 штук, кажется, всего было. И сейчас у меня остается 8, получается. Я отдаю вот эти вот 2 на Азону, отправляю. Надеюсь, их заберут. Они как с гирляндами было. Эти остатки 8 штук, скорее всего, отправятся на твою полку в Самаре. Потому что, ну, там их берут охотнее, на самом деле. Из-за того, что, возможно, как раз-таки вот эта вот коробочка есть, где написано, что там пины и гачи, и все вот это вот. Может быть, из-за этого, может быть, не знаю из-за чего. Но там берут больше всего. То есть, если смотреть по отчетам, то видно, что больше всего у меня купили в твоей полке. Несмотря ни на что. Как бы, даже когда у меня была маленькая полочка, там охотнее всего покупали эти гачи. Скорее всего, это отправятся туда. Пусть она там распродастся. Раз она, то хорошо там продается, и все. И я больше вот эти вот штуки делать не буду. Возможно, к этому моменту, как я вышла в этот влог, у меня еще остались секретные магниты. То есть, в такой же упаковке. Но не факт. Почему я так говорю, что они, возможно, остались? Потому что их у меня было 30 штук. То есть, у меня все еще 30 штук. Их еще никто не купил. И их было больше, чем пинов я делала. Потому что я в один момент затупила. У меня где-то было про это видео, что я затупила. И неправильно сделала, короче, пины. И мне пришлось их в магниты переделать. Из-за этого у меня получилось так, что магнитов у меня больше, чем пинов. Поэтому магниты, может быть, и задержатся на подольше. Потому что, во-первых, магниты не так охотно берут на полках. Их, конечно, берут, но не так охотно, как пины. Поэтому, возможно, еще есть пины к этому моменту. Вы можете посмотреть у меня в группе ВКонтакте или на Озоне. Или уточнить у меня где-то в личке, в группе. Кто-то успел заказать и получит свои пины, пока я все это не унесла. Жаль только, что мне не успели прийти подарочные стикер-паки. Хотя, конечно, подарочный стикер-пак свой бы, кстати, не уместил себе. Надо было бы что-то придумать, наверное. В общем, да, мне не успел прийти подарочный стикер-пак. И я тут решила просто положить в подарок человеку просто рандомные вырезки стикеров. Положу вот же Рабоку и Кусипопу, чтобы человеку было приятно. Просто еще какие-нибудь положу. Типа вот такого, вот такого, вот такого. Вот. Просто благодарна, что человек купил. Тем более, там такой большой заказ, потому что на Озоне все это дороже заказ. Конечно, на Озоне ты не платишь за доставку. Там доставка включена в стоимость. Но, в любом случае, уходит дороже. Наверное. Не знаю, кстати. Надо посчитать. Возможно, дешевле вышло человеку купить. Так, эти пины, нежели он покупал у меня вместе с доставкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, положняк дел на сегодня такой. Я так говорю всегда, положняк дел такой, как будто я в тюрьме сидела. Но я не была в тюрьме. Я даже, у меня нет даже родственников, которые были в тюрьме. Короче, дела на сегодня такие. В прошлый раз, когда я приходила в твою полку, потому что моя полка находится внизу. То есть, самая прям нижняя. Там очень много собирается пыли. И это очень большая проблема для всяких там стикерпаков, которые не упакованы. То есть, я упаковываю буквально все, кроме стикерпаков. Я упаковываю только бумажные стикерпаки, потому что вот... Ну, они, правда, могут быть попутся. А эти, которые с УФ-пленкой, с ламинацией, я их не упаковывала. Потому что я думаю, ну, что с ними случится? Они, типа, с ламинацией там, вот это вот все. Но, короче, да, было еще и обсуждение в чате у мерчеделов тоже, что лучше упаковывать. И, на самом деле, мне в любом случае нужно упаковывать стикеры. Так, стоп. А почему не подходит? Не подходит. У меня много пакетиков. Сейчас мы найдем подходящие. В принципе, в любом случае нужно упаковывать все это, потому что Крафтик просит обязательно упаковывать все вообще, все стикеры, все-все-все. Но другие полочки я не упаковывала, потому что считала, что это не нужно. Но меня очень расстроило то, что вот в твоей полке собирается пыль. Плюс еще я подумала, что сейчас осень скоро, зима, слякоть, дождь. Все будут приходить там мухрыми руками, грязными трогать. Плюс, опять-таки же, нижняя полка. Там, хрен пойми, что может произойти. Я решила, что нужно начать упаковывать, наверное, все стикер-паки в пакетики, чтобы просто они были в безопасности, чтобы они не лежали грязными. Потому что, ну, людям хочется получить чистые стикер-паки же, не грязные, правильно? Поэтому, да, конечно, природа, все остальное спасибо нам не скажут за это. Но мерчедельство это, в принципе, не экологичная тема. Как бы я не пыталась продвигать свои там вот эти вот открытки крафтовые. Но это вообще не экологичная тема. Делать все эти наклейки там и так далее. Главное, чтобы эти наклейки служили добром человеку, который их покупает. В том плане, чтобы он их использовал действительно по назначению, не забывал про них. Отклеивался им везде. Ну, или украшал как-то свой дом. Просто вешал их на стену как открыточки. Не знаю, есть и такие люди, которые стикер-паки не клеят, а просто как открыточки украшают дом. Даже если не брать нижнюю полку, даже если, например, брать верхние и средние полки, то стикер-паки могут уронить. Стикер-паки могут случайно там задеть рукой и тоже оборонить. А сейчас опять-таки, говорю, начнется склякать грязь. И это будет не очень приятно. У нас тут с вами опять две распаковочки. Вот такая вот маленькая коробочка и такая большая. Это маленькая с Авито. Тут должен быть свет. У меня есть вот такой вот свет, который, типа, как закатная лампа и так далее. У меня их три штуки. Потому что один раз мне что-то отменили заказ. И я такая, что это такое? И заказала заново. И мне пришли, короче, две одинаковые лампы. И одна у меня еще и другая, где можно переключать цвета и настройки свечения, так скажем. То есть он может там мердать, моргать, мигать. Но проблема в том, что эти штуки, они неудобны, потому что тут вот, типа, это нужно втыкать куда-то. Какой-то источник. Я обычно в повербанк тыкаю. И он не очень удобный, потому что его нужно куда-то поставить. Это повербанк нужно на место, куда его поставить. И это не очень удобно. Я вот заказала такую, как на ножке. Почему я не заказала сразу на ножке закатную лампу? Потому что я увидела, что на Алике такая закатная лампа на ножке стоит тысячу с лишним рублей. Я такая, что? А вот эта стоила 150 рублей, наверное, 120 рублей. Я такая, что? Нет, не надо мне, пожалуйста, полторы тысячи рублей ваши эти закатные лампы. И так и забыла про эту лампу. У меня в голове было, что эта лампа стоит миллиарды рублей. И она мне за такие миллиарды рублей не нужна. Я обойдусь вот этим вот маленьким. А потом я такая, так, Авито. Ну-ка, дайте-ка мы проверим Авито. Прошло где-то год, полтора, наверное, когда я проверю Авито. Я проверила Авито. И знаете, за сколько я рублей купила эту лампу? По-моему, 250 рублей или что-то около того. То есть у меня с доставки вышло 300 рублей. 300 с лишним рублей. Я, конечно, не знаю, работает ли она. Я надеюсь, что работает. Вот. И она вот с такой вот подставочкой. Тут есть пультик еще. И он менять режим должен. Конечно, тоже вот это вот USB-вход и так далее. Но тут хотя бы провод длинный. И можно как-то через удлинители всякое такое воткнуть. И нормально должно. Мы сейчас проверим все. А еще она мне пришла не на ту почки. Я не знаю, почему как так получилось. Почему она пришла не на ту почту. И мне пришлось стянуло на другую. Ну, она светит. Что-то. Она, причем, ярче светит, чем вот эти мои лампы. Вот эти лампы, они вообще почти не светят. Они меня из этого бесирают. Прям ярко светит. Слушай, это мне больше нравится. А как? Они работают. А как они работают? А так и должно быть. А может, я что-то сделала? А может, не туда куда-то? А, во! Я не туда куда-то направлялась сегодня. Я поняла, как это делается. Во. Синий, фиолетовый. Блин, прикольно. Мне это нравится. Правда, у нее тоже какая-то грязь внутри. У меня из одной из ламп, возможно, на камере не видно. Но там какая-то грязь внутри. Вот если посмотреть. Вот тут какая-то синяя точка. И местами точки есть небольшие. Какая-то грязь внутри лампы. Я не знаю, как ее очищать. На фото, по-моему, конечно, это не особо видно. Но если смотреть глазами, то видно. У меня одна из ламп такая же грязная. Я не знаю, почему такое. Так что, вот, какой у меня вывод из всего этого. Смотрите на Авито, пожалуйста. Иногда какие-то штуки такие. Потому что, ну, правда, люди иногда покупают там лишнего, или еще что-то, или перепродают. И получается, много лишнего, чем с Алика того же покупать. Или, неважно, там, со Зона, Велдберрис. Потому что на Зоне Велдберрис также по 1000, по 2000 стоят эти лампы. Так что, вот, не стесняйтесь, проверяйте, и все вам будет хорошо. А теперь, тут должны быть новые стикеры, новые упаковки. И еще вот эти вот подарочные стикер-паки. Тут должны быть небольшие. Ой, новые стикер-паки тут. Я не могу, это что такое? Как же я его скукожила. Тут нормально все, конечно, вот на этой информационном блоге, как же я его скукожила. Так, ну давайте, раз взяли его, то посмотрим эти наклейки. Ой, сколько их. Тут хрена, кстати, я не помню, сколько я заказывала. А, я 100 штук заказывала. Так что, жду от вас 100 заказов с посылками. Это только на посылке будет клеиться, потому что, ну, вот так вот. С одной стороны и с другой стороны вот так. И вот эта вот надпись будет сверху. Давайте покажу вам поближе. У меня есть такая же наклейка, проверена котиками сейчас. Вот, проверена котиками. Я ее печатаю тут, то есть я на принтере, вы, наверное, возможно, видели во влогах. Вот, и она не очень подходит для посылок. А вот эту штуку я специально для посылок распечатала, чтобы вот так вот приклеивать. То есть это вот будет сверху посылки. И вот это вниз по коробке будет идти. Вот. Такая вот милота. Так тоже, я не знаю, сколько штук. А, 100 штук должно быть. Но я думаю, больше тоже. Возможно, будет новые карты упаковывать в эти уже штучки. У меня уже пакетики есть. Поменяла на такой вот вид. Покажу, как раньше. Вот, сначала были вот такие вот маленькие. И они подходили идеально под тот... Ну, как, не идеально, не совсем идеально, ладно. Я хотела их побольше чуть сделать в любом случае, когда они у меня кончатся. Но они у меня не кончатся, потому что обновили размеры карт. Вот, я обновила вот на такую вот подложку. Она и побольше, и еще я тут добавила информационный блок. То есть тут также можно перейти по ссылке. И там будет мой магазин, ВК, Озон, все вот это вот. Она тоже самая, просто вот побольше. И с информационным блоком. С этой стороны ничего не печатала. Так, давайте теперь откроем подарочные суперпаки. Я не пойму, с цветами все ли то, потому что что-то жиробок какой-то темный. Так, ну-ка. В целом все хорошо, все прикольно. Она такая около розовенькая, но я что-то смотрю на цвета и не пойму. Ну да, что-то цвета немножко как будто бы поехали. Причем у остальных вроде бы нормально еще. Ну да, чуть потемнее. А жиробок что-то прям совсем какая-то темная. Она какая-то прям черная. Она не коричневая, она черная. Поэтому нужно будет в следующий раз, наверное, пожелтее и посветлее сделать жиробок. Потому что тут она прям какая-то тускленькая получилась. Не знаю, почему так вышло. Потому что остальное все вроде нормально. Может быть, именно вот эта краска какая-то такая тускленькая. И когда рисовала, я думала, может быть, их продавать прям, потому что они такие миленькие получались. Но я решила, что они будут в подарок. Потому что тут немного стикеров. Но оно и размера А7. То есть оно намного меньше, чем все мои, в принципе, стикер-паки, можно сказать. У меня с жиробоком все время проблемы из-за того, что она темненькая кошечка. Я каждый раз ее вроде высветляю-высветляю, когда отправляю на всякие там печати, когда с ней что-то рисую. Но она все равно всегда получается какая-то темненькая. Я не знаю, как нужно ее высветлять, чтобы она получилась прям светлой. Все хорошо, все с тикер-паками красивенькие. На текстурной бумажке, как я и хотела. И ничего не съехала. Все резко на месте. Очень миленькие. Надо будет только их вот разрезать. Ну и последнее у нас тут не по значению, а просто последнее. Потому что я так захотела. Новые стикер-паки на продажу. Осенние. Первая осенняя штука в моем магазине. Так скажем, на продажу. Сейчас я еще вот леплю осеннюю гачу. И рисую, и делаю. И еще один стикер-пак точно должен быть. И еще один. Ой, я бы помялся. Так вот, это мне остается. Видимо, из-за того, что она помялась. Вот, будет еще открыточка одна. Посвященная Хэллоуину. Тут большинство будет посвящено Хэллоуину. Потому что, ну, я люблю осень. И Хэллоуин относится к осени. И почему бы и нет. Вот это, конечно, прям осенний-осенний стикер-пак. То есть тут особо есть с Хэллоуиной только, наверное, тыковка. Вот это вот максимум. Но мне очень нравится. Какой прекрасный стикер-пак получился. Я не знаю. Я каждый раз, когда печатаю какой-то новый стикер-пак. Каждый раз, когда печатаю какой-то новый стикер-пак, я такая, блин, все, это теперь мой любимый стикер-пак в магазине. Я не знаю. Они все такие красивые, такие классные получаются. Опять-таки же из-за того, что ты видишь это в печатном виде. Ты вообще, вот, у меня такие чувства переполняющие меня. Я просто не могу. Ой, кстати, вот тут тоже грязное. Вот еще один брак. Нужно будет тоже его отложить себе. Получается, вот уже два брака нашла. Надо будет просмотреть. У меня, кстати, начинает набираться коробка с браком. И, возможно, когда-то будет акция купи брак за 500 рублей. Там что-нибудь такое. Но это не скорость. Там еще мало всего. В общем, да, когда ты вот так вот видишь свое творение на руках, это вообще непредаваемое ощущение. Я не знаю. Каждый раз. Каждый раз у меня так. Прям прилив эндорфина, эмоций и всего вот этого. Эндорфин же за счастье отвечает. Я не помню, какой гармон за счастье отвечает. В общем, все хорошо. Вроде ничего не съехало. Все как надо. Все красивенько. Это нужно будет отфоткать. Я вот хотела на осеннем фоне пофоткать. То есть в осенних листьях и в чем таком. Но осенью еще не пахнет на улице. Но я попробую. Попробую выйти, может быть, на следующей неделе или на выходных на улицу пофоткать. Но мне придется одной выходить. Я одной не хочу выходить. Конечно, одной мне страшно. Но можно попробовать. Тут стоит книга, у которой можно так что идем мимо. Комната рядом в лошадь вставлена маникена. Мне тут немного не по себе, особенно учитывая то, что я знаю как минимум одного противника маникена, но вроде они все не живые. Тут же на стойке я нашел чреза напись акционирования. Как тут сказано, все уже готово. Процесс работает на черной жидкости, про которую мне к слову так действительно ничего не известно, кроме того, что оно течет из стенок. В качестве катализатора надо добавить немного прор, что я и делаю рядом с стоящим машином. За стеклом собирается черная жидкость, из нее что-то начинает формироваться. Спустя буквально какие-то моменты из машины выходит кахар. Другой кахар.